Шить такой брелок-кошелек легко. Понадобится небольшой отрез фетра, ткань для подклада, змейка, синтепон и тесьма для петельки, которую прикрепим к брелку. Шить придется вручную, и если хотите, чтобы изделие получилось крепким и практичным, используйте прочные нитки, лучше всего армированные. Для начала вырезаем два одинаковых круга из фетра. Размер можно подбирать любой, но учитывайте, что диаметр на одну треть уменьшится за счет швов. По кругу простым стежком собираем фетр, стягиваем нить так, чтобы присборить деталь. Получается своеобразная тарталетка. Со вторым кругом проделываем то же самое. В каждую деталь укладываем синтепон, плотность регулируем по желанию. Теперь займемся змейкой, она будет потайная, но вы можете выбрать другое качество в тон фетру. Приметаем змейку по краю швом, стягиваем. На место бокового шва пришиваем полоску фетра. Круглые детали соединяем со змейкой, шов ведем потайной, чтобы скрыть нитки. Слегка подтягиваем и присбориваем ткань, чтобы создать имитацию настоящего пирожного. Кстати, этот шов должен получиться прочным, потому что он держит все изделие. Макарон почти готов. На этом этапе можно в принципе остановиться, если изделие будет нести функцию исключительно брелка, но мы продолжим. Сделаем внутри подклад. Для этого вырезаем два круга диаметром меньше пирожного и подшиваем на змейку. Ткань также можно приклеить специальным клеем. Ну вот, все готово. Макароны из фетра смотрятся очень мило и в духе последних тенденций.